В Каладжинском ЦКД новая одежда сцены. Осталось дождаться разрешения на проведение концертных программ. Почти полмиллиона рублей выделил край по программе развития сельских домов культуры. Софинансирование было из местного бюджета 36 тысяч и 499 тысяч 700 рублей. Это были деньги Министерства культуры. Сейчас у нас все очень красиво, замечательно. Ждем открытия после пандемии, первые концерты свои. И думаем, что люди потянутся с удовольствием к нам. Здание, построенное в 1976-м, пять лет назад установили окна благодаря законодательному собранию края. Пришло время заменить кровлю. За десятки лет ее ремонтировали лишь в 90-х. Материалы завесены, работа ведется, современная кровля появится здесь к сентябрю. Администрацией была сделана проектно-сметная документация, направлена на экспертизу, где была успешно пройдена. Мы подали заявку на Минкультуры и благодаря этому нам выделили деньги на ремонт кровли. Миллион шестьсот семьдесят, а собственных средств там софинансирования более ста тысяч. Местные рады переменам. Центр культуры становится и центром спортивной жизни. Это помещение готовят к установке тренажеров. Два из них уже смонтированы. Новое спортивное оборудование куплено за призовые деньги. Каладжинско-хуторское казачье общество выиграло в конкурсе президентских грантов почти 500 тысяч. Чтобы занять как-то чем-то молодежь, была идея создания военно-патриотического клуба «Память». И на базе его, на базе казачества, и на базе вот этого клуба подтянуть остальную молодежь. Чтобы занимались именно при Доме культуры, под присмотром казачьего общества, руководителей. Занимались спортом. Тубиш, здоровая нация, это наша гордость, наша страна, мы это все. Помогает казачье общество, помогает молодежь в станице, наши волонтеры. Поэтому трудимся все вместе. Руководитель проекта Александр Левин осматривает приобретение. Школьники вовсю пробуют заниматься с инвентарем. Вполне себе тренировка на свежем воздухе. Нам уже не терпится, когда откроется тренажерный зал, чтобы позаниматься. Мы будем проводить тренировки между всеми жителями сельского поселения. Это будет все бесплатно. Будем тренировать, проводить тренировки в вечернее время. Мы можем развивать здесь очень большую физическую подготовленность спортсменов, чтобы они готовились к каким-нибудь соревнованиям. Победа в конкурсе президентских грантов открывает новые возможности. Сельская молодежь и старшее поколение укрепят здоровье, обретут физическую форму, а там и до спортивных побед недалеко. Местная власть поддерживает. Сейчас делаем косметический ремонт. Ну и думаю, уже к началу сентября зал у нас заработает, где молодежь в станице будет ходить и заниматься спортом. Вы будете заниматься? Конечно, в первую очередь. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания ЛАБА.